Дамы и господа, девочки и мальчики, дорогие наши читатели, мы рады видеть вас в этом замечательном зале и в этой библиотеке на фестивале детской книги. И перед вами сейчас пройдет презентация специального детского номера журнала «Дружба народов», одного из старейших литературных журналов, которому столько лет, сколько нет даже вашим бабушкам и девушкам, дедушкам, вашему журналу нашему 75 лет. Но тем не менее мы с удовольствием просто стояли на ушах и радовались и прыгали, когда делали этот детский номер. Итак, сейчас авторы журнала «Дружба народов», специального номера, который называется «Дружба на вырост», будут выступать перед вами. И первым откроет эту презентацию директор фестиваля Юрий Нечапаренко, он тоже автор этого номера журнала. Вот номер здесь. Добрый день, дорогие коллеги, мне очень приятно вас здесь встретить. «Дружба народов», мне кажется, можно расшифровать так. Вот Александр Луцабович сюда не смог приехать, а он пришел к нам на пресс-конференцию. Это «Дружба народов, взрослых и детей». Потому что мы стараемся писать так, вот мы детские писатели клуба «Черная курица», вокруг которых затевался этот фестиваль, и он теперь уже второй год идет, что было интересно взрослым и детям. Вот моя книжка, с которой все началось для взрослых и детей. И очень интересно, что первым писателем, которым я показал свои вещи, был Александр Луцабович Ибонаидзе. И так сошлось, что это любимый журнал. Мне страшно приятно вас здесь приветствовать, потому что если взрослый журнал предоставляет страницы своей детям, то это сближает поколение, это дает возможность понять друг друга. Лучше взрослые понимают детей, дети лучше начинают понимать взрослым. Потому что детство – это ключик к человеку. Если мы обращаемся к детству, мы можем понять. Влюбленные рассказывают друг другу истории своего детства. И это их сближает. Спасибо. Поздравляю вас. Очень рад. И надеюсь, это будет традицией презентации таких номеров у нас на фестивале. Спасибо. Спасибо, Юрий. Спасибо. А сейчас приветственное слово скажет заместитель главного редактора журнала «Дружба народов» Александр Снегирев. Здрасте. Ну я не вижу здесь детей, все взрослые. Вот целый ряд ребят в форуме. Мы очень рады, что у нас есть шанс вам показать этот номер. Над ним работали большие, очень знаменитые люди русской литературы. Наверняка знаете Павла Санаева с его книжкой «Похраните меня под плинтусом». Вот он специально для этого номера написал отличный текст про книги, которые вы увлекали в детстве. Читайте, не скучайте. И надеюсь, вы проведете хороший час. Ну и не забывайте о том, что Христос говорил. Будьте как дети и войдете в Царствие Небесное. Надеюсь, всем нам до этого еще не скоро. Но желаю всем оставаться детьми. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ребят, мы когда делали этот журнал, мы провели такое вот сочинение среди школьников города Белгорода. А сочинение, значит, было на тему «Книга моей жизни». И мы получили потрясающие совершенно работы. Мы их читали вслух в редакции, обсуждали. И после этого решили, что мы обязательно должны пригласить белгородских школьников на презентацию. Сейчас мы включим видеозапись, и вы услышите. Это скайп, да, это даже скайп, вот прямая связь. Как будут дети читать свои сочинения на тему «Книга моей жизни». Ребята, ребята, добрый день. Это Москва, это Всероссийская государственная детская библиотека. Это вот перед вами зрители, которые пришли послушать вас, ваши сочинения на тему «Книга моей жизни». Кто начнет? Дорожанка Анастасия. В мире много интересных книг. С ранним лет я помню, как маме мне читала книги и сказки «Газа Христиана Адреса». Но больше всего мне понравилась сказка «Токи оловянных солдатах». Сказка эта очень грустная. Либо угибает солдатик и танцорщица, но все равно подтверждает любовь. Главный герой остается в первой части до конца. То есть это испытание солдатик, несмотря на свою устойчивость, был стойким духом. Сейчас не дается дать. Его надо выставить, пройти через искушение, победить зло и достойно выставить испытание. Я училась у главных героев смелости, доброте, мужества, мертвы, любви. Я поняла, что надо противостоять сопротивления внешнего мира, чтобы вновь не мир не рулся. Спасибо. Отпеть про нас тут есть. На моей книге-звездочке стоит книга «Тимур и его команда». Первый раз я увидела эту книгу на книгном языке в библиотеке. Как-то невозможно, почему я своя рука в этой книге. Мне почему-то захотелось ее прочитать. Листая страница за страницей, я узнала, что эта повесть была написана в 1940 году. После этого очень много раз переставалась. Так и началось, моя знакомая с этой книгой. Главные герои книги – мальчик Тимур и девочка Женя. Они организовали второй штаб и помогали больным и пожилым людям. Рядом с этими замечательными ребятишками жили квадры. Квадры – это те дети, которые разручали в барху, в барху и не помогали никому. Я думаю, что от таких ребят нужно держаться подальше. Я рекомендую прочитать эту книгу, ведь я не хочу, чтобы эта замечательная повесть стояла и пылилась на книжной полке. Здравствуйте. Адону Рубиславову. Мы с моей семьей очень любят читать вместе. Мы читаем произведения и обсуждаем их. Активные читатели в моей семье – мама, папа, бабушка, брат, сестра и я. В пятом классе я решила провести наблюдение, что читали в свое время великие русские писатели и что читаю я. Первый писатель, о котором я бы хотела вам рассказать – это Александр Сергеевич Пушин. Александр Сергеевич Пушин, воспитанный в литературной семье, одаренный величайшей памятью в 11 лет, знал всю французскую литературу. Я могу сказать, что мне сейчас как раз 11 лет, и то, что я знаю сейчас, это мало по сравнению с тем, что знал писатель в свое время. Второй поэт, о котором я хочу вам рассказать – это Леонид Николаевич Андреев. Он читал зарубежную литературу, придумывал героев своих будущих рассказов, и они жили в его разуме, вместе с рассказами Леонид Николаевича Толстого и Майнерита. Я тоже умею фантазировать, придумывать героев рассказов, но мне не удавалось придумывать таких же забавных и красивых героев. Я сделала вывод, что группы интересов может совпадать. Читайте больше и пополняйте в их ругодозор. Никита Каролина. Книги в жизни человека значат очень много. Благодаря ей люди научились читать, писать, читать и многое другое. Благодаря книге Джонаса Анфриста «Приключения Гулливера» я узнала о том, что даже если ты попал в неизвестную ситуацию, то всегда можно найти выбор, только нельзя сдаваться. Книг бывают в разных жанрах – фантастика, классика, энциклопедия. Все они учат нас жизни. Например, классика – это произведение самых известных душевых авторов, которые учат нас, как жизнь. О энциклопедии мы можем прочитать все о Вселенной и о Земле. Мои родители тоже любят читать. Именно они сказали мне, что это очень интересно. Благодаря им я прочитала много интересных книг. Здравствуйте. Меня зовут Клинар Соликова. Очень большое значение на моей жизни сыграло, когда сыграла книга, что у нас разбили это стремление, сбор от Митона Круза. Эта книга о том, как 18-летний Круза очень любил море, и хотел отправиться в путешествие. Ему это удалось, но все случилось очень плохо. Был в фильме, что корабль порезнулся в камни, и Круза остался лишь один из всего экипажа. Он доткнул до ближайшего острова и много лет выживал там. После прочтения этой книги я всегда спрошу своих родителей куда-нибудь отправился в поезд на нарканисту. Каждый раз я беру с собой книгу и читаю. Здравствуйте. Меня зовут Илья Натальевна. Моя семья читает не только происхождение художественной литературы. Нас еще очень интересует география писателя, где он родился, жил и умер. Так наша семья очень редко путешествует. Ибо инициативу мамы мы решили создать литературную партию, чтобы на ней замечать, в каких городах находятся музеи, писатели, поэты, дети, искусства. И когда мы выезжаем в какой-то город, мы уже знаем, какие нам надо посетить музеи. Вот, например, в Москве находится музей для мультивописателя Александра Сергеевича Кошкина, а в Екатеринбурге есть музей кормы Ивановича Чуковского. А в арме можно найти музей Ивана Алексеевича Бузова. А вот и давно мы познакомились с Иваном Сергеевичем Тургеновым. И я узнала, что сказка Лаута Винова находится в ней, и это легко отделкает. И мы сказки думаем, что это слово. Здравствуйте, меня зовут Карлазникова Ивана. Я хочу представить вам мою самую любимую математическую книгу «Три дня возниканий», написанную Владимиром Лёшимом и Леонидом Александровой. Эта книга попала к ней необычным образом. Однажды мама пошла к себе отец поменять книги, и случайно я заметила эту порость. Она принесла я домой. Книга постояла у меня на полке лиц, пока мама не тела лежит, и она не начала читать мне вслух. Я слушала ее, и мне было так интересно, как закончится эта книга. Сказала, как в течении мамы снова начали сходиться, когда я не полосала. Даже во сне я придумала понять это замечательная история. На следующий день я попросила родителей книгу, и еще книгу, и еще книгу, и еще книгу. Так как это я уже прочитала. Теперь, на моей болте стоит 7 книг, и я не знаю. Благодаря этим книгам я хочу сказать свои свои книги. Здравствуйте, меня зовут Тарарова Ксения. Сейчас никто не читает бумажных книг. Все больше и больше люди читают электронные книги. Я считаю это неправильным. Больше всего я люблю читать бумажные книги, особенно от Али Поттера. Самая любимая моя книга это для Али Поттера «Философский камень». В этой книге Гарри только узнает, что он волшебник, изучает школу волшебства Хоплэ. Приехав туда, он сразу находит друзей. Гарри очень нравится уроки. Там они изучают магические существ и растения, учатся околдовать. Но вскоре Гаррически придется встретиться с самым обучительным волшебником в Голубе-Морде. Благодаря своим друзьям Гарри отобрел его и забрал философский камень. Вот так, что же помогает стареть в такие интересные книги. Здравствуйте. Меня зовут Кунин Змит. Я хочу вас представить на книгу Виталия Виангеса «Симический календарь». В этой книге рассказывают, как живут дети. И они думают, как они спорят и поют. Эта книга, это очень познавательно и учит запоминать, как выглядит книга на картинках. И это очень книга дорога и любима. Книгу мне посоветовала почитать мама, ведь она тоже читала эту прекрасную книгу. Я рекомендую вам почитать другую. Сказал Кейн. Я очень влюбил книгу Виангеса «Писанные в логанах». Я посоветовала на прочные друзья. После того, как они прочитали ее, они были в восторге. И я посоветовала читать еще книгу «Своей семье» после того, как с того, как с того, что я читала. Жанр этой книги – ужас, фантастикам. Эта книга о том, как паночка летала в гробу и пугала в священниках. Показался в четвером молитве. Ребята, спасибо большое. Было очень интересно. И до новых встреч. Всего доброго. Счастливо вам. Всего хорошего. А мы продолжаем наш вечер, нашу встречу. И сейчас перед вами выступит поэт, переводчик, лауреат государственной премии Григорий Кружков. Здравствуйте. А тут нельзя немножко рушу поднять? Слово что. Можно выписать? Вы можете взять в руку? Возьми в руку, Гриш. Ой, в руку. Да. Свою. Я прочту несколько стихотворений. Вот. Три стихотворения из этой подборки. Ежи вечерней ежи. Когда погаснет свет в саду, я в сад таинственный сойду. Как будто никого в нем нет, лишь тишина и лунный свет. Как вдруг, как вижу вдруг из-под куста, как будто дощитав до ста, Выходит еж, за ним второй, и по троге бегут сырой. С ежами я давно дружу, я им морковку выношу, я приношу им молока, и даже глажу их слегка. Ежи вечерние ежи, они прохладные и свежи. В саду среди цветов ночных ты можешь сам погладить их. Ёж на ночной цветок похож, и роза колется, как ёж. Не понимаю я чеснок, не понимаю я чеснок, зачем он жжется? Наверное, этим от врагов он бережется. Но кто не любит чеснока, его не тронет. А кто не может разлюбить, тот ест и стонет. Жираф кино Один жираф, большой как шкаф, пришел смотреть кино Тарзан. Месье жираф, платите штраф, вы заслоняете экран. Сказал жираф, я был неправ, я сяду в самый дальний ряд. Но только не берите штраф, ведь я, увы, не столь богат. И из головы еще стихотворение. Про гнома. Если я был бы маленький-маленький гном, Я бы умывался каплей одной дождя, Я бы на божьей коровке ездил верхом, Удочку прятал в дырочку от гвоздя, Я бы под дверями запросто проходил, Мне бы комар казался большим орлом, Блюдце широким озером, Если б я был, если б я был маленький-маленький гном. Я бы ни маму, ни папу обнять не мог, Разве мизинчик, и то не наверняка. Я бы в испуге шарахался из-под ног, Даже полуторамесячного щенка, Если бы мне подарила конфету полет, Тетя, которая очень любит меня, Я бы конфету эту ел целый год, Фантик один разворачивал бы полдня, Чтоб написать короткое слово «Привет», Я бы с неделю ворочал вечно пером. Эти стихи я писал 14 лет, Я ведь и есть маленький-маленький гном. И последнее я прочту. Такое коротенькое стихотворение, Которое написал гном. Вот, оно такое коротенькое, Что, наверное, он сумел справиться с ним За один день, а не за год. Вот, называется оно «Торт, который подарили мне на день рождения». А вот само стихотворение. Еле-еле, еле-еле, съели. Вот, все, спасибо. Спасибо большое, спасибо. А сейчас писатель Александр Снегирев Расскажет вам очень интересно, Что такое книга моего детства. Да, да, Александр Снегирев. Я прошу прощения, Просто хочу кадетам книжки подарить. О, кадете. Просто не могу мне там... Оставьте меня. Ну, это секунду займёт. Давайте я подарю. Я вот не маленький гном. Мне будет... Не просто... Ты возьми... Не, сидеть я не хочу, нет. Рано ещё, рано садиться. А где... А как найти-то? Не могу найти свой текст, сейчас найду. Там, вначале. Вначале, на букву. А можно же, ты прошу? Нашёл. Но он довольно длинный. Надо его читать. А ты, походу, вёлся. Читаете? Я просто прочитаю. Это не будет рассказ. Точнее говоря, это такой маленький рассказ. Но буду я его читать из журнала. Совершенно правдивая история о том, Как я... Как меня мой папа научил читать. Короче, начинаю. Я хочу рассказать не просто о главной книге моего детства, А о том, как я научился читать и писать. Было мне 4 года. Стояла зима. И мама раздобыла для меня тёплые шерстяные штанишки. Они были ношены и достались мне от другого выросшего мальчика. Всё бы ничего, но штаны имели красный цвет. Я, разумеется, категорически отказался их надевать. Я был твёрдо уверен, что мужчина не может носить красные штаны. Лишних денег у родителей не было, и они стали биться над тем, как сломить моё сопротивление. На следующий день, после очередной неудачной попытки натянуть на меня красные штаны, Папа достал с полки книгу и показал мне картинку. Точнее, иллюстрацию. Потому что, как позже выяснилось, книга была взрослой. В детских книгах картинки, во взрослых иллюстрациях. На странице был изображён солдат в синем кителе и красных шароварах. Теперь я знаю, что это был зуав. Зуавами, может быть, вы знаете, называли марокканских стрелков, которые входили в состав французской армии в XIX веке. В XIX веке зуавы входили в состав французской армии. Я мигом натянул только что ненавистные штаны и так их полюбил, что весной перед родителями встала новая задача. Как надеть на меня что-то более подходящее к сезону? На этом история, однако, только начинается. Папа решил развить успех и разыграть карту красных штанов ещё раз. Спустя пару дней он спросил меня, нет ли чего необычного в моём ящике с игрушками. Был у меня такой самодельный деревянный ящик для инструментов. Раньше инструменты хранили в самодельных таких ящиках, и слесари с ними ходили по квартирам. В этом ящике у меня хранился паровозик без колеса, крокодил. Без головы, по-моему, он был. И машинка с отломанной дверцей, ну и ещё какой-то хлам. Я порылся в этих сокровищах и с удивлением обнаружил сложенный треугольником лист бумаги, на котором было что-то написано. Но если вы знаете, в Великую Отечественную конвертов не было, письма отправляли, просто лист складывали треугольником и писали на нём адрес. Я понял, что это письмо, но, не понимая ни слова, попросил папу помочь мне его разобрать. Папа тоже удивился письму, прочёл его и сообщил, что пишет мне никто иной, как автор. Как автор этой вот книги, в которой солдат в красных штанах нарисован. Ну, 4 года, мне было 4 года, у меня это не вызвало ни малейшего вопроса, что мне пишет автор книги. Мне казалось, это совершенно нормально. А книга эта, я спросил, а про что книга? Он говорит, эта книга посвящена обороне Севастополя. Называется «Севастопольские рассказы». Ну, наверное, вы знаете, что «Севастопольские рассказы» написал артиллерист, тогда граф Лев Николаевич Толстой. И вот я попросил папу научить меня азбуке разбирать слова, буквы. И с его помощью научился читать. То письмо прочитал, понял, что она на самом деле от артиллериста Толстого. И попросил папу научить меня еще написать, не просто читать, писать. И написал ему ответ. И вот мы, значит, вступили с Толстым в переписку. Письма, к сожалению, не сохранились. Очень много мне в жизни приходилось переезжать. Но помню, что в каком-то из писем я ему начал давать советы о том, как лучше вести оборону города. Он мне постоянно писал о войне, которая идет в Севастополе. А я ему писал, как лучше эту, как эту войну выиграть. И вот с тех пор, страшно сказать, 30 лет уже прошло. Но меня не покидает странное чувство. Порой мне кажется, что вот этот Севастополь, тот из моего детства, он так где-то и существует. И вот поручик артиллерии Толстой по-прежнему отбивает атаки бесконечных англичан, французов, кто там еще, марокканских зуавов. И каждый день они встают из могил и снова идут на штурм. И снова он отбивает их атаки. Вот такая вечная история в моей голове напрямую связана с чтением. Ну, надеюсь, у вас есть какая-то история, которая вас заставляет читать. Потому что если чтение вас не волнует, то читать не надо. Но всегда есть что-то, что влечет к книге. И если вы это найдете, то всегда с книгой будете счастливы. Спасибо вам за внимание. Спасибо. А я хотела бы привлечь ваше внимание вот к тем картинам, которые на мольберках стоят на сцене. Их автор, художник и писатель Юрий Питкевич, который приехал к нам из Белоруссии. Повесть Юрия Питкевича «Голубь в хозяйках» напечатана тоже в нашем журнале. Поприветствуем Юрия Питкевича. Он здесь среди нас, в зале. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за картины. Спасибо за повесть. А сейчас я хочу попросить ученицу третьего класса Аню Анастасиеву прочитать сказку эстонского писателя Андруса Кеверяхко «Поцелуй лягушку». Пожалуйста, Анечка. Маленький красный самолет летел над лесом от города прямиком в сторону Северного полюса. В самолете сидел, кто бы вы думали, сам Дед Мороз. Он возвращался с покупками из магазинов. Ведь за лето ему надо было запастись подарками, чтобы зимой было что, положить под елку детям? Самолет был битком набит пакетами. Только Дед Мороз ничего не знал о том, что крыса прогрызла в самолете дырку. Вот через эту дырку и выпали четыре новенькие книжки сказок. Книжки плавно парили над лесом, как большие разноцветные бабочки, пока наконец не попадали вниз. Одна свалилась на голову спящему медведю, но тот и ухом не повел. Хмутнул что-то сквозь сон и повернулся на другой бок. Вторая книжка упала прямо на стол к зайцу и переломила пополам его морковку. «Уж не коршун ли это?» Припугался заяц, лег на пол и притворился мертвым. Лишь немного погодя, смелился оглядеться. Ничего страшного не обнаружил. Увидел только раскрытую книжку на столе, да половинку морковки в ней вместо закладки. Заяц любопытно принялся за чтение. «Вот так чудеса!» — обрадовался он. «Смотри-ка, что тут такое написано! Стоит поцеловать лягушку, как тут же сделаешься королем! Вот здорово! Да, классно стать королем! Я бы тогда никого не боялся! Все бы передо мной дрожали! Даже волк задрал бы лапы вверх и затрясся!» «Так-так! Скорей-скорей! Целовать лягушку!» И он бегом припустил к озеру. Там ведь живут эти самые лягушки! Третья книжка плюхнулась в ванну, где нежился лис. «Хм, книга!» — удивился он и выудил из воды свалившуюся с неба подарок. Бумага, правда, не слегка подмокла в мыльной пене, но это его не смутило, и он внимательно прочитал всю сказку. «Ишь ты!» — воскликнул он. «Стоит поцеловать лягушку, как она станет принцессой! Ничего себе! А у принцессы на голове наверняка золотая корона! Схвачу корону и дам дёру! Попробуй догнать! А потом надену сам эту корону, и буду, самое главное, над всеми зверями!» И лис потопал к озеру. Четвёртая книжка упала под колёса велосипеда, на котором ехал волк. Велосипед перевернулся, и волк врезался головой в дерево. «Проклятие! Что же это такое?» Зулон, но увидев книгу, схватил её и стал читать. «Отличные новости!» — развеселился волк. «Если поцеловать какую-нибудь захудалую лягушку, она тут же превратится в толстенькую принцессу! Вот где еды-то? Какая вкуснятина! Что-то я и вправду проголодался!» Волк скачал на велосипед, и изо всех сил, крутя педали, поспешил к озеру. На берегу сидели три маленькие лягушечки, все в чистеньких юбочках, и очень скучали. Жил бы здесь хоть один лягушонок, — скрушались они. Мы бы с ним танцевали по очереди. Вечерак такой славный, и кузнечик так чудесно пеликает. Но ни одного лягушонка поблизости не было. Вместо этого к озеру примчались заяц, лис и волк. Лягушечки оглянуться не успели, как их всех перецеловали. А сказка-то оказалась ложь. Никаких принцесс не появилось. Вместо этого на перепуганных лягушечек таращились три таких же спуганных лягушонка. «Что это значит?» — спросил один из тех, тот, который раньше был волком. «Я что теперь, лягушонок?» «Входя так», — отозвался бывший лис. «Ай-яй-яй, что же теперь делать?» — завопил лягушонок-заяц. «Может, потанцуем?» — Ровка предложила одна лягушечка. «Мы уже давно вас ждем. Нам одним так скучно». И тут лягушата вмиг сообразили, что и вправду хорошо бы потанцевать. Юбочки у лягушечек такие нарядные, и сами они, хоть они такие милые и скромные, хоть опять расцелуй. «Потанцуем!» — согласились лягушата. Услышав это, кузнечик опять запиликал. С тех пор жили в воду уже шесть лягушат, и никогда им не было скучно. А что же стало с медведем и с его книжкой? Косолапый все-таки проснулся, заметил находку, перевернул старый дурень мертв тормашками, увидел, что принцесса там стоит на голове, вверх ногами. «Хм, неужели это теперь модно?» — изумился медведь. А я и не знал. И тут же задрал задние лапы к небу, и всю оставшуюся жизнь так и проходил на передних лапах. Его и прозвали «медведь-переверт». Спасибо. У тебя, Анечка, спасибо. Перед вами выступит писательница Марина Вишневецкая и расскажет, как она писала сценарий в мультфильму «Домовенок Кузя» и даже покажет фрагмент из этого мультфильма. Здравствуйте, дорогие друзья. Слышно? Слышно. Да. Сегодня здесь праздник книги, и он совпал с праздником мультфильма про домовенка Кузю, которому в этом году исполняется 30 лет. А совпал он, так сказать, вдвойне, потому что мультфильм сделан по книжке, которую написала Татьяна Александрова. Мы сейчас посмотрим маленький фрагмент, а потом поговорим про то, как делаются мультфильмы. Ой, Кузинка, сынок. Какой я вам, бабушка, сынок? Как это какой, любимый? Бежим скорее. Куда? В гости. Самоварчик у нас новенький, ложечки серебряные, прядечки сахарные. Доконим чай и будем. Держи, Кузя! Тормози! А ну, изба! Стой! Зарывайся! Генерал! Весь бабушку! Ему течь не топлена, горшки не мыты, комонотка не чищена. Генерал! 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 Субтитры делал DimaTorzok Дикетка, милая, прости, не угодила Сейчас, матрушка, подоспей, бриллиант твой мой Брысь, надоелку собаки Говорят, вам счастье привалило Бессовестно врут Счастье, вам не где, счастье привалило Куженька, Кужа, выходи Я сегодня хочу с вами поговорить Можно уже, наверное, зажечь свет О том, как делаются мультфильмы И хочу у вас спросить, знаете ли вы, сколько профессий Сколько людей, каких разных профессий Работают над мультфильмами Я могу рассказать только о себе Я сценарист И когда режиссер позвонила мне и попросила Написать сценарий про домовенка Кузю По книге Татьяны Александровой Я поняла, что книга прекрасная А что-то надо еще придумать Чтобы вам было интересно смотреть Я придумала, что избушка убежала от Бабы Яги А остановить ее, успокоить, привести в чувство И захрипеть на местности Может только домовой Поэтому Баба Яга украла домового И вот этот эпизод, который вы сейчас видели Это уже развитие этого сюжета Написав сценарий, я приношу его режиссеру А какие еще вы знаете специальности Профессии людей, которые делают мультфильм? Художник Актер Вот давайте мы поговорим немножко про актеров Потому что они не видны на экране А их роль огромна в мультфильме Этот мультфильм озвучивали совершенно поразительные актеры Вы их, наверное, не знаете А может быть и видели в фильмах Это Витцин и Татьяна Пельцер-Баба Яга И вот когда они пришли на озвучение В начале, раньше всего Значит первыми начинают работать После художника актеры Они приходят в студию Они не видят мультфильма Они не знают, что будет Какое будет движение на экране И они должны сказать такую реплику С той интонацией Которая бы организовала все пространство На экране потом И они очень долго это ищут Иногда они меняют текст Вот в этом фильме Когда какие-то реплики ушли в народ Витцин придумал реплику про бородинский хлеб Там мне казалось, что он кисленький Я написала Вот мой бородинский, мой кисленький Я сказала, он сладенький И вот так это ушло Где бородинский, мой сладенький Ну давайте еще подсказывайте мне, пожалуйста, профессии Мультипликатор Мультипликатор А что делает мультипликатор? Рисует Нет Куклы от подбирает Нет, а дети знают, может быть Вот смотрите, мы посмотрели кусочек кукольного мультфильма Что здесь делал мультипликатор? Я с куклами Двигал Двигал Ну вот взрослый все-таки правильно Мультипликатор в кукольной анимации Фактически работает тоже актером Но только он отвечает за пластику За движение Значит, каждую куклу гвоздиками прибивают к столу Кукла вот стоит неподвижно И дальше у нее, поскольку есть скелет И она может двигаться и замирать Значит, вот благодаря этому скелету Ее чуть-чуть поворачивают Подвижному скелету Снимают один кадр Следующий кадр снимают только небольшим поворотом руки И тогда получается вот такое короткое движение Именно поэтому короткий в 10 минут мультфильм Делается 9 месяцев Чтобы вот это каждый, 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 каждый кадр Снять, поставить, поставить свет Это все было 30 лет назад Сейчас фильмы делаются по-другому Они делаются в компьютере, там обрабатываются Ну вот мы поговорили про анимацию Ну кто назовет вот прямо всех, все профессии Тот получит от меня приз Я сюда шла не с пустыми руками Оператор, это важная профессия Монтажер Монтажер Монтажер, кто сказал монтажер? Так, поощрительный приз Вот давайте вспоминать самые редкие профессии Кто-то говорил про тот человек, который делает куклы? Куклы и мастер Куклы и мастер Куклы и мастер Ну я говорю Так Кто говорил про куклы? Держите Самую редкую профессию еще назовите, пожалуйста И мы перейдем к стихам Ну, дети, давайте мы будем расслабить Завхоз, реквизитор Вам сколько лет? Мне? А мне нельзя говорить? Ну я для детей, в общем, на конкурс провожу А мне очень хочется прыгнуть Самую редкую профессию, которую мы все забыли Ну давайте вспомним композитора Девочка, да? Просто у этого мультфильма был совершенно замечательный композитор Михаил Меерович, он писал музыку, ну я не знаю, наверное, к ста мультфильмам, которые вы все знаете И дирижер, и оркестр большой собирается Вот я хотела, чтобы их услышали Кто еще назвал? Кто композитор назвал? Да, дирижера Сейчас дам Юре приз Держи, дорогая Звукорежиссерку Да Всем по призу Как сладкие конфеты, Лёня, звукорежиссеру Передай, пожалуйста Передай, Лёня, передай Передайте, кто сказал про звукорежиссера Передайте, кто сказал про звукорежиссера Кстати, это тоже очень важная роль Молодец Еще есть одна конфета Ну если что-то еще вспомните, вы говорите Я пока прочту просто несколько своих стихотворений, поскольку все-таки это праздник книги, детской и праздник журнала Дружбы народов Я шла сюда, когда я думала про детские стихи, я думала, вот почему я их пишу Пишу я главным образом для взрослых Пишу я сценарий тоже Иногда для детей, но для взрослых Детские стихи вот так Особняком, отдельно И не понимаешь даже иногда, почему вдруг И потом я поняла, что мне очень хочется быть Чтобы кто-то улыбнулся, прочитав маленький короткий текст И еще мне хочется встать на точку другого или человека, или существа Что это в жизни может быть самое главное свойство, отличающее вообще человека от живой природы Это способность понимать другого и слышать другого И у меня есть несколько стихов, написанных от лица вот совсем других существ Мы мушки-побирушки, подружки-вездесушки Вот пирога остатки, вот шоколада слитки На сладкое мы падки, к сладкому мы липки И вот уже варенье сверкают мушек тушки Ой-ой, скорее, скорее, спасите наши дужки А тут я подумала, вот как это быть сусликом Вот как это быть, и написала Как хорошо быть сусликом То столбиком, то шустриком То в норке, то на холмике То шустриком, то столбиком С глазами любопытными К всему порнокопытному С глазами чуть косящими На хищника летящего Вдруг хищник камнем с горки Где суслик? Суслик в норке Ну и сейчас я вам прочту еще одно самое жалостливое стихотворение, которое есть у меня Но почему-то я его люблю Родиться миногой Чтоб их уважали и не обижали За всех, кому ходят за четвероного Кому от нас надо, как будто немного Как будто немало, как будто не слишком Чтоб мы их любили душой и умишком Спасибо А сейчас перед вами выступит писатель И путешественник Глеб Шульпиков Вместе с сыном Петей И расскажут о книгах их жизни Раз, два Добрый день Я расскажу то, что я там написал А Петя прочитает Потому что когда пришли эти прекрасные вопросы Я-то всегда рад покопаться в прошлом И что-то такое вспомнить Все это, оказывается, сохранилось А на Петин вопрос я совершенно не собирался отвечать И я его позвал Говорю, тут вопрос Давай, садись Хочешь, пиши Хочешь, устно Ну, что ты сам делай Поэтому Мои книжки Отчасти в этом оказались и его книжки Но я когда стал вспоминать эти свои книжки Я, как ни странно, вспоминаешь Даже не сюжеты Книг А что-то связанное вокруг Какой-то образ возникает И, может быть, какие-то вещи Детство запомнились благодаря книжкам Они вот именно то, что было в книжках Допустим, у меня был в детском саду Я один год провел на пятидневке Это такой опыт Прекрасный Во всех смыслах И в кавычках тоже И там был мальчик Денис И я вот был уверен Что это тот самый Денис из Денискиных рассказов Я не помню, почему Но это была книжка в какой-то момент Денис А он ее, естественно, не говорил Чтобы его не разорвали, наверное, на части Дети, поклонники И мы с ним дружили вот на этой пятидневке Но там просто одиноко И начинает работать сильно воображение И ты вот создаешь уже таких вот призраков и фантомов Наделяешь несчастного мальчика Который ничем не виноват Вот таким придумываешь ему И веришь в это И хорошо, что я ему не сказал ничего об этом Он так, наверное, об этом Ничего и не узнал Потом, значит, был «Незнайка на Луне» Из всего цикла я помню Что я перечитывал именно «Незнайку на Луне» Потому что это была все-таки такая сатира И поэтому там присутствовала некая реальная жизнь Пусть много раз перевернутая Перевывернутая с изнанки и обратно Но что-то за ней все-таки сквозила какая-то реальность И было интересно И Пончика всегда было жалко Он был нормальный предприниматель И его нормально, как у нас, водится И задавили там где-то Вообще-то книжки были дефицитом Насколько я помню И детские в том числе А детских было много Одна библиотека приключений Чего стоит это бесконечное количество татомиков Которые у каких-то детей были в семьях И те, у кого не было, естественно, завидовали И просили почитать А родители не всегда давали Потому что вы знаете, что такое дать дети